Партнер программы сеть детских клубов Йети и Дети Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня у нас, у Андрея и Вероники, второй игровой день. Вчера был первый. Ребят, поделитесь впечатлениями. Как вам вчерашняя игра? Понравилась? Да. Будем бороться. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытание. Вчера вы с этим условием уже столкнулись, а сегодня готовы отвечать на мои вопросы? Да. Хорошо. Самое время, ребята, начинать наш первый конкурс. Вчера я вам уже говорила, что к нам в гости в страну безопасности приходят люди очень важных и ответственных профессий, таких как милиционеры, доктора, пожарные, представители госавтоинспекции, или, проще говоря, ГАИ. Они рассказывают об экстренных различных ситуациях ребятам и учат, как правильно вести себя в таких ситуациях. Потому что, знаете, всегда проще, ту же или болезнь, или аварию, или пожар, лучше, легче предупредить, чем потом бороться с их последствиями. И вот как раз-таки наш первый конкурс будет посвящен людям этих профессий. Мы с вами снова будем отгадывать загадки. Но на этот раз задание будет сложнее, потому что это будет кроссворд. Я буду вам читать загадку и называть профессию. А вам необходимо будет под нужным номером вписать слово «отгадку». За каждый правильный ответ – фишка. Если вы справитесь быстрее соперника, то дополнительно получите еще две фишки. Договорились? Да. Отлично. Итак, ребята, первая загадка будет связана с профессией врача. В этом светлом магазине ты увидишь на витрине ни одежду, ни продукты, и ни книги, и ни фрукты. Здесь микстура и таблетки. Здесь горчичники, пипетки, мази, капли и бальзамы. Для тебя, для папы с мамой. Для здоровья человека открывает дверь. Теперь отправляемся быстренько. И под номером один пишем слово «отгадку». Не фрукты, не книги, а микстуры, таблетки, пипетки. А как я люблю буквы написать? Как тебе удобно. Можешь прописными, можешь печатными. Главное, ребята, самостоятельно справляться и не подсматривать друг у друга, чтобы у нас все с вами было честно. Вероничка, где продаются таблетки? Где продаются таблетки? Все, Андрей уже справился. Ай, справился. Старайтесь без ошибок писать. Ну что, будем писать? Давай мы тебе подскажем, но тебе засчитывать этот ответ не будем. Пиши слово «аптека» под номером один. Аптека. Андрей отгадал эту загадку правильно. За каждый правильный ответ вы, ребята, заработаете две фишки, а за правильный и быстрый ответ – еще одну. Так что, Андрей, ты ответил правильно, а ответил быстрее и зарабатываешь три фишки. Вторая моя загадка будет связана с профессией пожарного. Это речь пойдет о предмете, который может стать причиной пожара, если неправильно с ним обращаться. Итак, слушайте. Зажигалка невеличка в коробочке. Это пошли писать. Молча, дабы не подсказать другу ручке. Не забывайте, что это задание на скорость. Все, так. Вот там Вероничка дописывает сейчас мы. Подождем уже ее. Молодец. Клади маркер и присаживайся. Итак, здесь отгадка у нас что? Спичка. Абсолютно верно. Каждый из вас ответил правильно, поэтому Андрею три фишки за правильный и за быстрый ответ, а Веронике две за правильный ответ. Третья загадка про то, ребята, что должно обязательно быть у милиционера, который хочет задержать опасного преступника. Маленький, удаленький, на поясе висит, когда бандита видит, пронзительно свистит. Отправляйтесь писать слово-отгадку под номером три. Что это у нас такое маленькое удаленькое висит на поясе у милиционера? Еще и свистеть умеет. На скорость не забываем, Вероника, что задание и не подсматриваем. Присаживайся, Андрей. Молодец. Какое слово-отгадка, Вероник? Свисток. Свисток, правильно. И одна буква тебе всего лишь осталась. Какая? Буква К. Нет, буква О. Записывай. Так, ребята, и третью мою загадку вы отгадали. Андрей справился правильно и быстрее, поэтому снова получает три фишки, и две фишки получает Вероничка за правильный ответ. Хорошо. Ну и осталась у нас с вами еще одна загадка, которую я вам уже готова прочитать. Эта загадка связана с профессией регулировщика. Это тот человек, который помогает управлять транспортом. А отгадка – его самый первый главный помощник. Зорко смотрит постовой, за широкой мостовой. Как посмотрит глазом красным, остановятся все сразу. Что это за помощник такой у регулировщика есть? Глазики эти все разного цвета – красного, зеленого и желтого. Вероник, что это за такой помощник? На дороге у регулировщика, когда регулировщик с жезлом помогает управлять транспортом, у него помощник есть. Светофор. Знаешь, что это? Андрюш, что это? Светофор. Светофор. Давай запишем это слово быстренько. Так, хорошо. А слово свет? Светофор. Светофор. Фор. Светофор. Молодец, написала. Пересаживайся. Итак, Андрею три фишки за правильные и быстрые ответы. И одну фишку мы дадим Вероничке. Она все-таки написала слово «отгадку» из единой ошибочки. Молодец. Мы с вами продолжаем. И у нас впереди встреча с нашим уже хорошим знакомым, с которым мы познакомились вчера. Это дядя из милиции. Его зовут Виталий. Ваше внимание на экран. Ребята, здравствуйте. 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 Вчера мы уже говорили о том, что нас везде окружают люди. Будто в школе или во дворе. Соседи по дому – это тоже коллектив, который в некоторых ситуациях может оказать неоценимую помощь. Поэтому крайне важно соблюдать некоторые правила поведения при общении с соседями. В целом они не отличаются от правил вежливого общения с людьми. И сейчас я вам о них напомню. Итак, не стоит громко кричать под соседскими окнами. Возможно, на первых этажах живут пожилые люди, которым нужен покой. Если у вас есть четвероногий друг, накормите и выгулите его, чтобы он не выл часы напролет в ваше отсутствие. Кстати, выгуливать домашних питомцев под окнами и на детских площадках нельзя. Не включайте слишком громко музыку. Имейте в виду, что она слышна за стеной намного сильнее, чем вам кажется. Категорически нельзя выбрасывать мусор и другие предметы из окон. Это не только неприлично, но еще и небезопасно. Вам, я думаю, было бы неприятно, если бы с верхнего этажа что-то упало вам на голову. Ну и, конечно же, нельзя мусорить подъезда, бить стекла в окнах, рисовать на стенах лесочных площадок и лифтов. Уверен, что эти нехитрые правила помогут вам стать хорошими соседями. Ребята, а на сегодня это все. Я желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Итак, ребята, сейчас время нашего заключительного конкурса на сегодня. Тот, кто внимательно слушал дядю Виталия, сможет без проблем справиться с моими вопросами. Конкурс называется «Зелено-красное». У каждого из вас по две карточки, берите их в руки, зеленое и красное. Я буду читать высказывания вам. Они могут быть правильными, могут быть неправильными. Если высказывание правильное, вы согласны с ним, то вы должны вот так поднять зеленую карточку. Если оно неправильно, то красную. Правильно, Вероничка. Каждый правильный ответ стоит одну фишку. А еще правильный и быстрый ответ – две фишки. То есть одна за правильность, а вторая за скорость. Все понятно? Андрей, все ясно? Итак, я читаю первое выражение. А вы уже думайте, правильное оно или неправильное. Своего четвероногого друга можно выгуливать на детской площадке. Посматриваем. Правильно, ребята. Ни в коем случае собачек нельзя выгуливать на детских площадках. Об этом говорил дядя Виталий. Так, правильный и быстрый ответ. Быстрее ответил у нас Андрей. Тебе две фишечки и одну фишку за правильный ответ Веронике. Второе высказывание. Из окон нельзя выбрасывать мусор или любые другие предметы. Вероничка, ты не согласна с этим? Нельзя выбрасывать... Можно выбрасывать мусор из окон, ты считаешь? Уже поздно менять. Правильный ответ здесь зеленая карточка, потому что мусор из окон действительно выбрасывать нельзя. Это выражение правильное. Андрею. Кладу две фишечки. Третий высказывание. Можно включать громкую музыку в любое время дня и ночи. Мы не подсматриваем, Вероника. Не подсматриваем. Правильный ответ. Карточка действительно в этом случае должна быть красной, и она у вас такой и является. Одна фишка. Вероники и две Андрея. Опа. И последнее выражение. Нельзя мусорить в подъездах, бить стекла в окнах, рисовать на стенах лестничных площадок и лифтов. Правильно. И здесь впервые оказалась Вероничка. Я знаю. Поэтому ей две фишки и одну фишку тебе, Андрей. Все. Итак, ребята, последний конкурс сегодняшней игры нашей сыгран. Поэтому давайте посчитаем фишки, сколько вам удалось сегодня заработать. 12, 13, 14, быстрее, 15, 16, 17 и еще здесь две. Итого 19 у Андрея. Вот как. Ребята, во второй игровой день у нас больше заработал фишек Андрей, у него 19, а у Веронички 10. Встретимся завтра, ребята, в нашей стране безопасности. Договорились? Да. Отлично. До встречи. Пока-пока. 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 Пока-пока.